Продолжение следует... Поэтому на нем остановимся еще раз. Прочитайте внимательно текст и выполните задание с 1 по 5. На плане изображено домохозяйство, находящееся по адресу село Малое Всегодичи, дом 26. Сторона каждой клетки на плане равна 2 метра. Участок имеет форму прямоугольника. Въезд и выезд осуществляются через единственные ворота. При входе на участок справа от ворот находится коровник, а слева курятник. Площадь, занятая курятником, равна 72 метра квадратных. Рядом с курятником расположен пруд площадью 24 квадратных метра. Жилой дом расположен в глубине территории. Перед домом имеется фонтан, а между фонтаном и воротами небольшая березовая рощица. Между жилым домом и коровником построена баня. За домом находится огород. Его границы отмечены на плане пунктирной линии, на котором есть теплица. А также в самом углу и огорода, и всего домохозяйства компостная яма. Все дорожки внутри участка имеют ширину 1 метр и вымощены тротуарной плиткой размером 1 метр на 1 метр. Между коровником и курятником имеется площадка площадью 56 квадратных метров, вымощенная такой же плиткой. Задание первое. Сопоставьте объекты, указанные в таблице, с цифрами, которыми эти объекты обозначены на плане. Заполните таблицу, а в бланк ответов перенесите последовательность из пяти цифр. Некоторые предложения помогут сориентировать вас на правильные ответы. При входе на участок справа от ворот находится коровник. Коровник под цифрой 7, а курятник под цифрой 8. Рядом с курятником расположен пруд. Площадью 24 квадратных метра. Жилой дом расположен в глубине территории. Перед домом имеется фонтан, а между фонтаном и воротами небольшая березовая рощица. Между жилым домом и коровником построена баня. Итак, дом под номером 5, тогда баня под номером 6. За домом находится огород. Его границы отмечены пунктирной линией. На огороде есть теплица, а также в самом углу огорода и всего домохозяйства компостная яма. Итак, огород обозначен цифрой 2, теплица цифрой 3. Заполните таблицу, а в бланк ответов перенесите последовательность из пяти цифр. Курятник под номером 8, теплица под номером 3, коровник под номером 7, огород под номером 2 и баня под номером 6. В ответ мы переносим все цифры без пробелов и дополнительных знаков припинания. 8, 3, 7, 2, 6. Все дорожки внутри участка имеют ширину 1 метр и вымощены тротуарной плиткой размером 1 метр на 1 метр. Между коровником и курятником имеется площадка площадью 56 метров квадратных, вымощенная такой же плиткой. Сторона каждой клетки на плане равна 2 метра. Тротуарная плитка продается в упаковках по 20 штук. Сколько упаковок понадобилось купить владельцам домохозяйства для того, чтобы выложить все дорожки и площадку между коровником и курятником. Посчитаем количество плиток и найдем площадь 56 по условию. Сосчитав все остальные плитки и выполнив сложение, получаем результат 83 плитки. Тротуарная плитка продается в упаковках по 20 штук. Сколько упаковок понадобилось купить владельцам домохозяйства для того, чтобы выложить все дорожки и площадку между коровником и курятником. 5 упаковок. Почему 5? 5 умножить на 20 – 100. Нам достаточно для того, чтобы приобрести 83 плитки. Задание третье. Найдите площадь, которую суммарно занимает коровник и курятник. Ответ дайте в квадратных метрах. При входе на участок справа от ворот находится коровник, а слева – курятник. Площадь, занятая курятником, равна 72 квадратных метра. Для того, чтобы найти площадь коровника, нужно 4 умножить на 8, получить 32 метра квадратных и сложить с площадью курятника. Ответ – 104 метра квадратных. Общая площадь коровника и курятника. Четвертое задание. За домом находится огород. Его границы отмечены на плане пунктирной линии, на котором есть теплица, а также в самом углу огорода и всего домохозяйства – компостная яма. Найдите расстояние от теплицы до компостной ямы. Расстояние между двумя ближайшими точками находится по прямой. Поскольку на плане ширина каждой клеточки – 2 метра, то и расстояние между компостной ямой и теплицей – также 2 метра. Ответ – 2. Следующее задание. Владельцы домохозяйства планируют обновить всю тротуарную плитку и дорожки, и площадки между коровником и курятником. В таблице представлены условия трех поставщиков. Нужно выбрать самый дешевый вариант. Сколько плиток необходимо купить. В предыдущих заданиях мы с вами узнали, что целесообразно купить 5 пачек плиток, если в каждой пачке 20 штук. То есть 100 плиток. Сопоставляя предложения каждого поставщика, находим затраты на покупку каждой плитки. У третьего поставщика доставка бесплатна, поэтому значение второго слагаемого равно 0. Итак, ответом на вопрос задачи являются условия третьего поставщика и ответ номер 3. Теперь перейдем к решению текстовых задач. Тематика текстовых задач следующая. Самыми распространенными могут являться задачи на проценты. Давайте рассмотрим некоторые из них. Перед представлением в цирк для продажи было заготовлено некоторое количество шариков. Перед началом представления было продано 2 пятых всех воздушных шариков. А в антракте еще 12 штук. После этого осталась половина всех шариков. Сколько шарик было первоначально? Вам предлагается 4 варианта ответов. Нужно выбрать один из них. Предлагаю вам следующее решение. Пусть всего первоначально было икс шариков. Тогда было продано 0,4х, 2 пятых перевели в десятичную дробь, плюс 12 шариков в антракте. По условию продали половину шариков, то есть 0,5 умножить на х. Составим уравнение. Для того, чтобы избавиться от десятичных дробей, записанных в коэффициентах, умножим на 10 левую и правую часть. Получим уравнение с целыми коэффициентами. Что облегчило нам решение? И х равен 120. Итак, в ответе мы записываем третий вариант, предложенный в условии. Всего шариков было 120. Следующая задача на проценты. Какая сумма в рублях будет проставлена в кассовом чеке, если стоимость товара 520 рублей, и покупатель оплачивает его по дисконтной карте с 5% скидкой? Первый способ решения. Найдем скидку товара. 520 умножить на 0,05. Для этого вам нужно вспомнить, как находить процент от числа. Итак, скидка составляет 26 рублей. От стоимости товара вычитаем скидку. Получаем 494 рубля. Это стоимость товара по чеку. Второй способ. Поскольку скидка составляла 5%, то стоимость товара по чеку соответствует 95% от стоимости товара. Составив такое соотношение, найдем значение х. Для этого 520 нужно умножить на 95 и разделить на 100. В ответе мы также получим 494 рубля. Итак, ответ 494 рубля. Эта сумма будет проставлена в кассовом чеке. Следующий вид задач на проценты – это задачи на растворы, смеси и сплавы. Оформление этих задач может быть разное. Я вам предлагаю записать данные в таблице. Смешали 8 литров 15% водного раствора. Так, масса раствора 8 литров. Процент содержания вещества 15% переводим в десятичную дробь. С 12 литрами 25% раствора. 12 литров масса раствора 25% концентрация вещества. Масса вещества находится произведением массы раствора на соответствующий процент. 8 умножить на 0,15 и 12 умножить на 0,25. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? Обозначим неизвестную величину за х. Масса раствора находится как сумма массы первого раствора и массы второго раствора. Итак, общая масса раствора 20 литров. Тогда масса полученного вещества в нем 20 умножить на х. Составим уравнение. Масса вещества 20 умножить на х равна сумме массы вещества первого и второго раствора. Упростив правую часть полученного уравнения, найдем значение х как отношение 4,2 и 20. х равен 0,21. Переводим данную десятичную дробь в процент, умножим ее на 100. В ответ запишем 21%. Итак, полученный раствор имеет концентрацию 21%. Следующий вид задач на движение. Эти задачи вам могут встретиться в 22 номере контрольно-измерительных материалов основного государственного экзамена по математике. Рассмотрим следующую задачу. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 75 км в час, проезжает мимо пешехода, идущего по платформе, параллельно путям со скоростью 3 км в час навстречу поезду за 30 секунд. Найдите длину поезда в метрах. Найдем вспомогательные величины. Скорость обгона пешехода поездом равна сумме скорости поезда и скорости пешехода. 75 плюс 3 – 78 км в час. С этой скоростью поезд обгонял пешехода в течение 30 секунд. То есть в течение следующего времени 30 секунд, деленное на 3600. Вспоминаем, что в одном часе 3600 секунд. Итого 1,120 часа. Следовательно, длина поезда равна произведению скорости на время. 78 умножаем на 1,120 и получаем 0,65 км. Обратите внимание в вопросе «найдите длину поезда в метрах». Следовательно, нам нужно перевести данную величину в метры. В ответ мы записываем 650 метров. Следующая задача на движение. Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 84 км в час, а вторую со скоростью 96 км в час. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. В таких задачах очень часто ученики допускают ошибки, просто складывая скорости и деля на 2. Однако средняя скорость вычисляется как отношение всего пройденного пути к общему времени. Пусть весь путь равен s км. Тогда его половина 0,5 умножить на s км. Найдем время, которое было затрачено на одну и на другую половину пути. Время, затраченное на первом участке, составляет 0,5s, деленное на 84. А на втором участке 0,5s, деленное на 96. Общее время равно сумме. Приведя дроби к общему знаменателю и выполнив упрощение, получим 5s, деленное на 448 часов. Следовательно, средняя скорость, мы установили, как она находится, равна отношению этих величин, сокращая на s, получим значение десятичной дроби 89,6 км в час. Именно данная величина и будет являться средней скоростью движения. Распространенным видом задач на движение является движение по реке. Баржа прошла по течению реки 48 км и, повернув обратно, прошла еще 36 км, затратив на весь путь 6 часов. Найти собственную скорость баржи, если скорость течения реки равна 5 км в час. Данная задача может быть решена следующим образом. Пусть собственная скорость баржи равна x км в час. Скорость должна быть больше нуля. Тогда ее скорость по течению x плюс 5 км в час, а против течения x минус 5 км в час. Время, затраченное на 48 км по течению, составляет отношение пути к скорости. А на 36 км против течения, 36 деленное на x минус 5 часов. Поскольку на весь путь было затрачено 6 часов, то составим и решим уравнение. Приведем дроби к общему знаменателю. Дополнительный множитель для 6 произведения, x минус 5 и x плюс 5. Соберем все слагаемые слева и получим равносильное уравнение. Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю. Данные условия можно записать в виде системы. Решим квадратное уравнение. Найдем значения переменных x1 и x2. Проверим, что при значении переменной равной 15 знаменатель не обращается в ноль. При значении переменной равном минус единице знаменатель также не обращается в ноль. Но вспомним наше условие. Значение переменной x должно быть положительно. Этому условию отвечает только значение x, равное 15. Тогда собственная скорость баржи равна 15 км в час. Ответ – 15 км в час. Для того, чтобы закрепить материал сегодняшнего урока, я вам предлагаю найти подобные задания на сайте ФИПИ или в учебнике по алгебре для 9 класса. Автор Макарычев. Выполнить номера 287 и 877А. Я вам желаю успеха. До свидания. Здравствуйте, уважаемые 11-классники. Мы продолжаем с вами подготовку к единому государственному экзамену. И сегодня мы с вами займемся разборами решения задания под номером 15. Задание под номером 15 – это, как правило, либо неравенство, либо, что бывает крайне редко, но бывает система неравенств. Для того, чтобы успешно справиться с этой задачей, вы прежде всего должны вспомнить, как решаются линейные неравенства, это 8 класс ваш, как решаются квадратичные неравенства, вспомнить обобщенный метод интервалов. Ну и к этому, конечно, помнить о свойствах показательной логарифмической функции и других функций. Для экономии времени мы с вами будем сегодня решать не просто неравенство, а именно систему. Я сейчас объясню, почему. Система будет состоять у вас обязательно из неравенств разного класса. Одно будет логарифмическое, другое будет показательное, очень сводимое к нему. И если вы научитесь решать такие системы, то автоматически вы сможете решить любое неравенство из этих классов. Ну давайте рассмотрим с вами вот такую вот систему неравенств. Первое неравенство. Логарифм по основанию 2 от произведения 5-х умножено на 2-х больше, чем логарифм по основанию 4 от х-2 в квадрате. И второе неравенство. Числитель 2 в степени х минус 2 в степени 2-х минус 3 и знаменатель 2 в степени х минус 2, эта дробь должна у вас быть больше либо равна нулю. Вот теперь давайте с вами рассуждать логически. Вот что на самом деле означает сама фраза «решить систему». То есть вам нужно будет найти все такие значения х, при котором и первое, и второе неравенства будут обращаться в верные числовые. Что это в свою очередь означает? А это означает, что вам достаточно решить отдельно первое неравенство, отдельно второе неравенство и найти пересечение полученных решений. Этим и займемся. Обозначим первое неравенство 1, второе 2. И вот сейчас я займусь решением неравенства 1. Выпишем его. Логарифм по основанию 2, 5 минус х, 2 минус х, больше чем логарифм по основанию 4, х минус 2 в квадрате. Итак, перед вами неравенство логарифмическое. Если неравенство логарифмическое, то сразу же надо начинать с записи области допустимых значений неравенства. Это обязательное условие. Ну, вспоминаем. Логарифмы у вас определены только для положительных чисел, значит, каждое подлогарифмическое выражение должно быть строго больше нуля. Достаточно сейчас решить вот такую вот простую систему. Ну, решаем. Тут совсем легкое неравенство за 9 класс. Я вынесу знак минус из второй и из первой скобочки. Будет знак плюс. Компоненты поменяются местами. Кто не хочет, может так не делать, но это очень удобно, потому что тогда автоматически можно применить алгоритм для решения таких неравенств. А во втором рассуждаем. Квадрат больше, чем 0. Но это будет выполняться всегда, кроме того случая, когда вот это выражение равно нулю. То есть вы должны потребовать, чтобы ваш х был отличен от 2. Как только вы это сделали, нужно рисовать. Находим нули левой части первого неравенства. Это пятерка и двойка. Дальше стандартный алгоритм. Переменно у вас на первом месте в каждой скобочке с положительным коэффициентом, значит, крайний правый знак у вас будет плюс. Дальше они у вас будут чередоваться, поскольку кратных корней у вас нет. Выделяем нужное нам. И сразу же рисуем второе условие. Х не двойка. Теперь находим пересечение. Значит, очевидно, что пересечением будет являться интервал от минус бесконечности до 2 и от 5 до плюс бесконечности. Вот это вы нашли сейчас область допустимых значений неравенства. Далее можно приступать непосредственно к решению. Неравенство на самом деле здесь не очень приятно. Посмотрите, почему. Во-первых, логарифмы по разному основанию. Нужно будет сейчас уйти на одно и то же основание. Мы уходим на меньшее, на двойку. Почему на двойку? 4 это 2 в квадрате. По свойству логарифмов двойка у вас выйдет вперед обратной величиной. То есть появится коэффициент 1, 2. И ваше неравенство примет вид. Логарифм по основанию 2 от 5 минус х умноженное на 2 минус х больше чем 1 вторая логарифм по основанию 2 х минус 2 в квадрате. Все было бы хорошо, если бы здесь вот этот коэффициент вам не мешал. Нужно опять применять свойства логарифмов. Вот это величину 1 вторая нужно внести сюда как показатель степени. Что тогда у нас получается? Получается вот так. Что это будет больше, чем логарифм по основанию 2. Показатель 1 вторая значит извлечь корень квадратный из х минус 2 в квадрате. И вот это то самое неприятное место. Почему? Корень квадратный из полного квадрата это модуль. А когда появляется модуль, уже возникают определенные сложности. Ничего. Сейчас мы эти сложности преодолеем. Вот получили вы такое вот неравенство. Ну потенцируем обе части. Функция у вас логарифмическая по основанию 2. Двойка больше 1. Эта функция является монотонно возрастающей. Значит при переходе на соответствующее неравенство знак у вас будет сохранен. И получаете вы неравенство такого вида. Больше чем модуль х минус 2. Вроде как мешает модуль. Ничего страшного. Вот смотрите внимательно. Во-первых, я опять же вот здесь сейчас вынесу дважды знак минус вперед. Ну как я вот делала вот здесь. Для удобства. Получу следующую картинку. Что х минус 2 умножить на х минус 5. Больше чем модуль х минус 2. А теперь начинаем рассуждать. Как решать такое неравенство? Ну или метод промежутков, который вы знаете, но он громоздкий. Или же можно попробовать возвести в квадрат. Смотрим, можно ли вот здесь возводить в квадрат. Да, можно. Смотрим на ваши условия ОДЗ. Левая часть неравенства у вас положительна. Правая часть неравенства у вас неотрицательна. Ну, возводим обе части в квадрат. Что получим? х минус 2 в квадрате умножить на х минус 5 в квадрате больше чем. Больше чем что? Вот это выражение в квадрате. Вспоминаем 6 класс. У вас было свойство модуль х в квадрате равно х в квадрате. Применяем его сюда. Но это неравенство уже совсем простое. Все переносим в левую сторону и выносим за скобочки общий множитель. Общий множитель у вас х минус 2. Что получим? х минус 2 в квадрате умножить на скобку. Отсюда остается х минус 5 в квадрате. Отсюда остается минус единичка. И это больше чем 0. Дальше уже ваш свободный выбор. Либо здесь формула разности квадратов, либо квадрат разности, подобные слагаемые, разложение квадратного трехчлена на множители. Вот здесь, конечно, разность квадратов применить. Переписываем первый компонент. Так, ну формулка. а квадрат минус b квадрат. Это а минус b умноженный на а плюс b. Значит, ваше а это х минус 5, b это единичка. Значит, что получим? х минус 5 минус 1 это х минус 6 умножить на х минус 5 плюс 1 это х минус 4 больше 0. Все отлично. Применяем метод интервалов. Для этого наносим нули левой части по знаку неравенства, а это числа 2, 4 и 6. Дальше смотрим внимательно. У вас двойка, кратный корень, кратность этого корня 2. Отмечаем себе это. При переходе через кратный корень у вас знак не будет меняться. Начинаем расставлять знаки. Плюс, минус, плюс, плюс. И выделяем нужное нам. Те, кто... Ну вот вдруг вы забыли этот алгоритм, как можно поступить иначе. Как расставить знаки? Ну, с простой подстановкой. То есть вам нужно будет из каждого промежутка брать число и определять знак произведения. И расставлять знаки. И все. Что мы получили в результате? В результате мы получили, что х у вас от минус бесконечности до 2, от 2 до 4 и от 6 до плюс бесконечности. Но это не все. Вы решаете неравенство логарифмическое. Если оно логарифмическое, обязательно нужно вспомнить про ОДЗ. Вот оно было ваше ОДЗ. Находим пересечение вот этого множества и этого множества. Еще раз нарисуем. Так, ну рисуем первое. Что там у нас? До двоечки. И от 5 до плюс бесконечности. Выделили нужную вам часть. И теперь рисуем вот это решение. Так, это двойка. Теперь от 2 до 4. 4 где-то у вас вот здесь. И от 6 до плюс бесконечности. 6 у вас правее. Нарисовали. Теперь нужно найти пересечение. Где у вас духи накладываются? Ну вот одна часть и вот вторая часть. То есть что вы получаете в результате? В результате вы получаете следующее. Что решением вот этого вот неравенства первого будет являться объединение следующих промежутков. От минус бесконечности до 2 и от 6 до плюс бесконечности. Это решение вашего первого неравенства системы. Обращаю ваше внимание еще раз вот на что. Решение, которое вы получили вот здесь. Это решение не исходного неравенства, а неравенства следствия. Никогда не забывайте про ОДЗ. Все аккуратно записываем еще раз. Находим пересечение. Получаем уже непосредственно решение неравенства. Ну а теперь мы сейчас с вами приступим к решению неравенства второго. Нам же надо с вами все-таки систему решить. Итак, решаем второе неравенство. Выпишем его. Ну и что следует заметить? Нужно, конечно, вот в числителе сейчас применить свойства степеней. Вот здесь. Что я могу написать? Я могу написать в числителе следующее. 2 в степени х минус 2 в степени 2 умножить на 2 в степени минус х минус тройка. Знаменатель мы с вами не трогаем. Преобразовать вы его не можете. Далее. Давайте посчитаем, что же получится. 2 в степени х минус. 2 в квадрате это четверка. Теперь 2 в степени минус х. По свойству это будет единица, деленная на 2 в степени х. То есть получается в результате вот такая вот дробь минус тройка делить на 2 в степени х минус 2 больше либо равно нуля. Ну, осталось выполнить необходимые преобразования и все. То есть попросту говоря, привести к общему знаменателю. Что мы с вами получим в результате? 2 в степени х умножить на 2 в степени х это 2 в степени 2х. Теперь минус 4 минус 3 умножено на 2 в степени х. Это ваш новый числитель. В знаменателе, соответственно, будет 2 в степени х умножено на 2 в степени х минус 2. Это больше либо равно нуля. Ну, очевидный факт, что здесь нужно будет применять сейчас замену переменных. У вас есть группа 2 в степени х. Если замените, получается у вас уже намного проще неравенство само. Это мы и сделаем. Так, 2 в степени х это т. Не забываем, что вот такие выражения всегда у вас строго положительные. Значит, неравенство у вас перепишется в виде т в квадрате минус 3т минус 4, а здесь будет т умноженное на т минус 2. Больше либо равно нуля. Для того, чтобы пришить такое дробно-рациональное неравенство, необходимо разложить на множители числитель. Чтобы разложить на множители числитель, вам нужно найти соответствующие корни квадратного трючлена. Вот здесь легко. Корнями у вас будут являться числа минус 1 и 4. Кто не верит, считает дискриминант. После чего можно применять стандартный алгоритм решения таких неравенств. Рисуем числовую прямую. Теперь наносим область допустимых значений этого неравенства. Это t не 0 и t не 2. Это у вас белые точечки. Выклоты. А теперь по знаку неравенства мы с вами наносим нули числителя. То есть это минус 1 и 4. Вот здесь у нас с вами где-то минус 1. Вот здесь у нас с вами 4. Начинаем расставлять знаки. Повторяю еще раз. Кто не помнит сам алгоритм, берет из каждого промежутка число, подставляет, определяет знак дроби. Тот, кто помнит алгоритм, смело ставит крайний правый знак плюс. У вас все условия выполнены. Везде переменная на первом месте с положительным коэффициентом. Значит, крайний правый плюс. Дальше знаки чередуются. Выделяем нужное нам. Но не забываем про ограничения. t больше, чем 0. Таким образом, решением вот этого неравенства являются промежуточки от 0 до 2 или же от 4 до плюс бесконечности. Но если писать в качестве неравенства, в виде неравенства, будет вот такая запись. Двойное неравенство от 0 до 2 или же t больше либо равно 4. Это вы нашли решение неравенства по замене. Нужно вернуться к старой переменной. Что такое t? Это 2 в степени х. Подставляем. И сюда, и сюда. Ну и начинаем рассуждать. Если сейчас закроете вот так эту часть, получаете 2 в степени х больше 0, это неравенство выполняется у вас всегда. Теперь закрываем вот эту часть. Смотрим, 2 в степени х меньше, чем 2. Что это означает? Это означает, что х меньше, чем 1. Точно так же поступаем здесь. 4 – это 2 в квадрате, значит, х больше либо равен 2. Теперь осталось выписать решение неравенства. А решением у вас будет являться объединение решений вот этих вот неравенств. С первого у нас получается от минус бесконечности до 1, а из второго от 2 до плюс бесконечности. Это мы с вами решили сейчас неравенство второе. Но задача у нас с вами стала решить систему. Повторяю еще раз, чтобы решить систему, нужно решить отдельно первое неравенство, отдельно второе неравенство и найти пересечение полученных решений. Сейчас мы это сами сделаем. Ну, смотрите. Решение первого неравенства. Вот оно. От минус бесконечности до 2 и от 6 до плюс бесконечности. Теперь решение второго неравенства. От минус бесконечности до 1. Вот здесь где-то ваша единичка. И от 2 до плюс бесконечности. Аккуратненько смотрим, чтобы масштаб у вас совпадал. Черная точка 2. Выделили. Находим пересечение. То есть общую часть. Где у вас дуги накладываются? Вот она, одна часть. Это х от минус бесконечности до 1. И будет вторая часть. Обратите внимание. Двойка. Здесь решение, тут не решение. Значит, пересечение, в пересечение ваша двойка не попадет. А вот здесь общая часть. Вот она. От 6 до плюс бесконечности. Все. Спокойно пишем слово «ответ» и выписываем ответ задачи. На что хотелось бы еще раз обратить ваше внимание. Очень аккуратно поступайте. Смотрите, когда решаете неравенство именно логарифмическое. Если у вас изначально к логарифмическому неравенству не выписано ОДЗ, то вы автоматически в силу критериев оценения получаете даже при правильном ответе 0 баллов за это задание. То есть никогда не забываем писать именно ОДЗ. Ну, а теперь мы с вами рассмотрим следующее неравенство. Уже будет не систем, а неравенство. И опять логарифмическое. Ну, в силу того, что наиболее сложное неравенство, наверное, которое у вас есть в 15-м задании. Так, рассмотрим неравенство следующего вида. Логарифмическое, ну, не скажем, что сложное, но не скажем, что и сильно простое. Что мы с вами будем делать? Ну, как и прежде, начинаем с выписки области допустимых значений неравенства. Подлогарифмическое выражение положительно, подлогарифмическое выражение положительно, подлогарифмическое выражение в правой части тоже должно быть положительно. Получайте систему неравенств, которую нужно решить. Здесь раскладываем на множители, выносим х за скобки Здесь очевидно х больше нуля Здесь тоже самое, разложили на множители Получили вот такое неравенство Рисуем решение каждого из этих неравенств Находим пересечение этих решений Получаем интервал от 1 до плюс бесконечности После того, как вы выполнили этот шаг Можно приступать к решению самого неравенства Что мы с вами будем делать? Давайте посмотрим на первое выражение Как я могу написать? Я могу написать следующим образом Вынести за скобочки Здесь, тут основание 2, здесь основание 2 Здесь основание 0,5 Но 0,5 это, как известно, 2 в степени минус 1 И по свойству логарифм знак минус выходит у вас вперед А дальше логарифм дроби Это разные из логарифмов Значит, минус логарифм по основанию 2 числа x Минус логарифм по основанию 2 числа 4 Плюс двойка, больше либо равно Здесь тоже разложим на множители Получаем он x минус 1 x плюс 4 И все То есть то же самое, что в предыдущем случае Что дальше будем делать? Дальше мы будем с вами раскрывать скобки Применять свойства логарифмов Итак, смотрим внимательно Вот ваше найденное ОДЗ На области допустимых значений Логарифм вот такого вот произведения Я могу расписать в сумму логарифмов Логарифм по основанию 2 числа x Логарифм по основанию 2 от x плюс 4 Раскрываем скобки минус логарифм по основанию 2 от x Теперь логарифм по основанию 2 числа 4 Это двойка Значит, плюс 2 И еще плюс 2 Плюс 4 Больше либо равно А здесь логарифм по основанию 2 от x минус 1 Плюс логарифм по основанию 2 от x плюс 4 После того, как вы это сделали Необходимо привести подобные слагаемые Считаем Вот эти два компонента у вас взаимно уничтожились Теперь смотрим дальше Если вы сейчас логарифм вот этот перенесете в левую часть Эти компоненты тоже у вас взаимно уничтожатся Что остается? Остается следующее неравенство 4 больше либо равно логарифму по основанию 2 от x минус 1 Или же перепишем с вами в более приятном виде Вот такое простое логарифмическое неравенство Что мы будем делать дальше? Потанцировать обе части x минус 1 У вас не превзойдет 2 в степени 4 2 в степени 4, как известно, 16 Получили линейное неравенство Решаем его И теперь рисуем полученное решение И не забываем про вашу область допустимых значений Так решение неравенства Интервал от минус бесконечности до 17 И ваше ОДЗ Это интервал от 1 до плюс бесконечности Выделяем Находим пересечение этих промежутков И выписываем ответ задачи Как видно Нахождение области допустимых значений логарифмического неравенства Это есть неотъемлемая часть решения вашей задачи Если бы область допустимых значений у вас была бы не найдена и не выписана То преобразование То есть переход от этой строки к этой Были бы у вас неравносильными Поэтому про ОДЗ мы с вами всегда помним и не забываем Я желаю вам успехов при решении 15 задания И успешной сдачи единого государственного экзамена До свидания Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»